Пески Растущая облепихи, крушиновидной, зеленеющей между барханов. Ее плоды, благодаря чрезвычайно высокому содержанию биологически активных веществ и витаминов, целительны. Именно этот призайсанский вид облепихи стал основой для выведения всех культурных садовых сортов. Климат в этих местах очень суровый, резко континентальный. Зимы здесь холодные, сильными буранами, а лето, напротив, жаркое и сухое. Из редких краснокнижных видов растений встречаются тополь разнолистный или туранга, копеечник противидный и, находящийся под угрозой исчезновения, лук дернистый. Необычная особенность туранги в том, что листья на одном дереве сильно различаются по форме и величине, за что она и получила свое название. Сизовато-зеленые, они то узкие и длинные, как у ивы, то яйцевидные и широковокруглые. Природа как будто решила поиграть формами листьев этого казахстанского эвкалипта и создала на одном растении несколько своих неповторимых рисунков. Среди разнотравия выискивает насекомых чибис или пигалица, один из многочисленных куликов размером с голубя. Гнездо эти птахи устраивают на кочке, в кучке травы, а иногда просто на земле, в небольшой ямке. Заметив опасность, пытается спрятаться жук-чернотелка. На гребнях барханов кустарники джузгуна покрыты разноцветными семенами-фонариками самых разнообразных оттенков – розовых, сиреневатых, желтых. Джузгун, как и белый сексаул, не имеет листьев. На их серых или красноватых веточках находятся безлистные зеленые побеги. Под прикрытием этого кустарника вышла на утреннюю охоту центрально-азиатская ящерка. А в соцветиях колючего кустарника чингила подкрепляются бронзовки. Среди бугриста барханных песков нашли себе приют как обычные обитатели пустынь, так и не совсем. Весной и в начале лета поднявшиеся грунтовые воды образуют небольшие многочисленные водоемы, в которых обосновались кулики-травники. Красная утка или огарь. Следит за подрастающим поколением. Озерная чайка нашла место, чтобы подкрепиться и набраться сил для дальнейшего путешествия. Прекрасно себя чувствует на раскаленном солнцем песке Зайсанская круглоголовка. Эта маленькая ящерица занесена в Красную книгу и является эндемиком. То есть, кроме Зайсанской котловины, нигде на земле ее больше не встретишь. После захода солнца спадает жара, и жизнь активизируется с удвоенной силой. Вышел на промысел ушастый еж. Отличается он от обыкновенного ежа большим размером ушной раковины. Длина уха его более трех сантиметров. Бегает он заметно быстрее обыкновенного ежа. А вот при опасности сворачивается в клубок неохотно. Обычно только подгибает вниз голову, шипит и подпрыгивает, стремясь нанести уколы своими иглами. И при малейшей возможности старается убежать. Бесшумно, словно привидение, летают козадои. Выбираются из своих убежищ махноногие тушканчики. Норы этого тушканчика опускаются постепенно вниз, до одного метра от поверхности земли, и могут достигать восьми метров в длину. Самка их роет особенно длинными, снабжая рядом запасных выходов. А гнездовая камера располагается на глубине до двух с половиной метров. Болотная сова выискивает очередную жертву. Так что такие меры безопасности вполне обоснованы. Устав от нашей надоедливой съемочной группы, джунгарский сальпенготус решил спрятаться, вырыв небольшую норку. Это самый маленький тушканчик из всех своих сородичей, населяющих азиатские пустыни и полупустыни. Размер его не больше грецкого ореха. С восходом солнца взгляду предстает книга следов, написанная на песке и повествующая о свершившихся за ночь событиях. Пользуясь утренней прохладой, подкрепляется сочной травой краснощекий суслик. Не теряет времени зря Удот, ведь хищники не дремлют. Только сизоворонка с безразличием наблюдает за всем происходящим. На юге, в утренних лучах, заискрились снежные вершины Саура. К ним и лежит наш дальнейший путь. В горах Юго-Востока и Востока-Средней Азии выделяются четыре горные системы. Помералай, Тиньшань, Джунгарский Алатау и, конечно, Саур. Хребты Сауры Тарбагатай резко поднимаются над Зайсанской межгорной котловиной, отделяющей эту горную систему от Алтая. А с юга она отделена от Джунгарского Алатау Алакольской котловиной. Этот горный хребет располагается на территории двух стран, Казахстана и Китая. Снеговая линия в Сауре расположена на высоте 3300 метров, поэтому его вершины постоянно покрыты снегом. Наиболее высокая точка горной системы – пик Мустау. Его высота составляет 3816 метров над уровнем моря. Протяженность Саура невелика – 110 километров. Но на территории Республики Казахстан находится только его сравнительно короткая северная часть длиной 60-65 километров. Хребты сложены осадочными породами палеозоя, сланцами известняка, песчаника и имеют ярко выраженную складчатую структуру. Вышедшие на поверхность угольные пласты создают ощущение нереальности пейзажа. Кажется, как будто художник своей кистью нанес линий на окружающие холмы. В 1871 году Евгением Петровичем Михаилисом была предпринята первая исследовательская экспедиция в эти края, приведшая к открытию двух месторождений – горючего сланца и каменного угля, которые разрабатываются до сегодняшнего дня. На склонах соседствуют растения как Алтая, так и Тиньшаня. Северные склоны Саура покрыты лесом, состоящим почти исключительно из сибирской лиственницы. На одной из сибирских красавиц притаилась кукушка, наблюдая за нашим подъемом. Буквально через несколько шагов на противоположном склоне цветет бессмертник – Эдельвейс Фетченко. Таинственный и недоступный горный цветок Эдельвейс. Много сложено о нем легенд. Одна из них гласит, будто на высоких неприступных скалах живут сказочные красавицы с длинными полосами и когтями, с помощью которых они легко передвигаются по вершинам и камням даже ночью. Эти сказочные существа в женском обличии рассеивают и бережно ухаживают за цветами Эдельвейса, ревностно сохраняя тайну их существования от людей. Сорванные цветки не вянут, а высушенные надолго остаются в первозданном виде, сохраняя сказочную красоту. Смельчаков, желающих украсть у красавицы их прекрасные серебряные звезды, они безжалостно сбрасывают в пропасть. И только тем, чьи побуждения сорвать Эдельвейс навеяны искренней и преданной любовью к своей единственной, они позволяют это сделать и остаться в живых, даря влюбленным цветок талисман любви. На южном степном склоне между высокими соцветиями Эремуроса Алтайского рыщет в поисках жертвы хищный кузнечик – Диракантина гранулята. Это бескрылое чудовище очень редкое и охраняется в государство. Северные склоны покрыты лесосепной растительностью. В тени кустарников спрятался белозор. Красуется купальница Алтайская. Склонились колокольчики. Алиана княжик Алтайский переплел все ветви, украсил кусты своими необычными цветами. В этих необжитых местах возможно случайно напугнуться одноказахстанских архаров – диких баранов, занесенных в красную полю Казахстана. С легкостью они преодолевают обрывистые подъемы. А возможно, это потому, что подушечки копыт остаются всегда мягкие. И что интересно, они все время растут. Поэтому архары своими копытами как бы прилипают к скользким камням и проходят по недоступным для врагов утесам. Высококурные альпийские луга впечатляют разнообразием красок. Сапфировой россыпью покрывают склонные забудки. Сияют звездочки яскорок. Выделяется среди изгрубной земли. Ирис лудова. Подкрепляются дарами цветов бабочки. Шашечница. Сатир триада. Величественному махалону тоже требуется энергетический напиток нектар. Бежит куда-то по своим делам лисица. А над головой разворачивается настоящее воздушное схожение. Пара сокола указывает на выход залетевшего чужаку. Другую пару крупных хищников коршунов бесстрашно изгоняет со своей территории Сорвока. За всеми этими баталиями с безопасного расстояния наблюдаются руки. Нерукотворными замками возвышаются изрезанные эрозии склоны, состоящие из горючих сланцев. Эта порода легко подвержена разрушению. Но когда в них попадаются более твердые камни, они не разрушаются и не дают под ними размыться более мягким сланцем. В итоге на этих местах образуются невероятные шпили и башни. В одной из промоин прячется прыткая ящерица. На склоне цветает маг. Галауциум изящный. Небольшими группами растет ревень алтайский. Подставил свои перепончатые крылья солнцу, а скалав. Прекрасно себя чувствует на безжизненных пропитанных углеводородами склонах аннабазисы. На листочек присела отдохнуть пеструшка Тавалговая. Ждет удобного момента, чтобы незаметно накормить своих птенцов желтая трясогуска. Зажатая между хребтами Саур и Сайкан, течет река Киндерлог. По ее берегам даже в засушливый период рулит жизнь. На брунец присела осмотреться стрекоза. Плотным ковром покрывает берег матина чиха. Цветет мята. Лепестки герани поперечно-клубневой светятся сиреневыми лучиками. Шиповник стоит, усыпанный яркими плодами и великолепными цветами. Подпитываемая многочисленными ручьями несет свои воды через узкие ущелья, песчаные барханы, река Киндерлог. Какие еще тайны раскроет она, пока достигнет озера Зайсана? Решать только вам.